Вот что делали с пьяной Волочковой в отеле, это надо видеть. Пьяную Волочкову выселили из отеля в Турции. По словам очевидцев, в один из вечеров напившаяся танцовщица начала грубить персоналу. Кроме того, она нецензурно выражалась в адрес других отдыхающих, среди которых были и дети. Тогда постояльцы засняли на видео поведение Волочковой, после чего начали выкладывать ролики в сеть. За балерину вступилась модель и певица Анна Калашникова. Она подчеркнула, что тоже присутствовала при происходящем, так как их обеих пригласили в Турцию на интернациональный конгресс. Для нее эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась. Может, перебрала и вела себя немного странно, резюмировала модель. Ранее мы рассказали о том, что Цискоридзе рассказала о травле Волочковой в Большом театре. Скандально известная балерина не раз признавалась, что не может долго жить без любви. Вот и сейчас Анастасия Волочкова не одинока. У нее есть мужчина, который уже давно занял место в ее сердце. Правда, пока звездная блондинка не торопится озвучивать имя избранника, зато отмечает, что она делает ее по-настоящему счастливой. «Безусловно, у меня сейчас есть любимый человек. Мы вместе уже давно, очень дорожу этими отношениями. Не могу без любви, это очень большое счастье – любить. Большое счастье, когда тебе есть с кем поделиться, деталью своей жизни, любой мыслью, эмоциями, когда понимаешь человека без слов. Только такие отношения приемлю в своей жизни. Просто у многих этого нет», – заявила 47-летняя Волочкова в интервью одному известному изданию. Также Анастасия в очередной раз похвасталась тем, что от нее не уходят мужчины. Они все возвращаются, что самое интересное. «Говорят, мол, Настя, ты задала такой эталон отношений и в интимном, и в интеллектуальном ключе, что мы потом после тебя не можем быть с другими женщинами. Они кажутся нам тупыми кошелками, просто никакими. Я не подсаживаю мужчин на себя, я действительно задаю эталон», – подчеркнула Анастасия. Пожалуй, самое известное отношение Анастасии Волочковой с бизнесменом Игорем Вдовиным, которым она родила дочери одну. Балерина организовала роскошную свадьбу, а вот в ЗАГС с ним идти не стала из-за опасения дележа имущества после разрыва. Субтитры создавал DimaTorzok